И всем привет ребят, с Минстербанки, я сейчас записываю новый ролик, еще один видеоролик сегодня у нас коротенький, информативный, залетает после уже всех анонсов, которые у нас появились ко дню НЛО. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. На сегодняшний момент времени появилась информация о новом устройстве, которое называется пусковая установка Гидра для Страйкера, это устройство, которое уже завтра появится в игре, которое будет возможность выбить из как раз таки ультраконтейнеров. Если учитывать тот факт, что для меня пушка Страйкер это максимально уникальная пушка, которая мне очень сильно нравится, то у меня лично есть особый интерес к этому устройству. И уже мне скинули информацию от директора, она поступила, о как раз таки характеристиках этого нового устройства, которое мы сейчас посмотрим. Ну а дальше я выскажу свое мнение, а вы в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Устройство, которое называется пусковая установка Гидра, в своем залпе имеет 20 ракет, а также урон ракет в залпе становится в 50% меньше, то есть в 2 раза меньше урон. То есть это 20 ракет, которые наносят урон по 450, то есть в сумме одна сводка наносит 9000 урона с ддшки кризисной. Этот урон будет, получается, в 2 раза больше и будет возможность нанести, грубо говоря, 18-ку, может быть даже чуть больше, да, за счет кризиса и за счет дополнительного повышенного урона. То есть это по без, например, дашному танку, либо по джиггернауту этот урон можно оформить. Выглядит неплохо, что-то похожее, наверное, на трофейный страйкер, да, в котором тоже будет, сколько там было только ракет, я вот не помню, 16, если я не ошибаюсь, да, и при этом там была быстрая перезарядка и урон ракет был тоже в залпе в 2 раза меньше. Также мне сказали, что это еще не полные характеристики этого устройства и то, что здесь еще будут какие-то дополнительные преимущества и, возможно, даже недостатки. Скорее всего, сводка у этого устройства будет не быстрая. Ну и, соответственно, не все будет так просто, как хотелось бы. Но в любом случае, уже, исходя из того, что я вижу, в виде 20 ракет в залпе, это если учитывать тот факт, что вы, например, можете свестись по одному танку, который стоит рядом с другими противниками и перевести сводку, это может работать очень и очень эффективно и такое устройство может реально пользоваться спросом, да. Поэтому ждем уже выхода этого устройства завтра. Ну а здесь вы можете просто просуждать, высказать свою точку зрения, связанную с этим устройством, ну и поделиться своими мыслями, да. То есть, насколько это устройство будет имбовое, не имбовое. Хотели бы вы, например, получить такое устройство или нет. В моем понимании, это, ну, суперконтентик. Если еще учитывать тот факт, что я бью трофеи на Дикострайкере и то, что у меня уже практически полмиллиона в трофеях набито, то это выглядит очень и очень интересно. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Маленький такой, но информативный. Также подписывайтесь на канал, подписывайтесь на тележечку. Весь лайфконтентик, вся информация по стримам тоже выходит там. Ну и не забывайте приходить на стримы. Сейчас по будням, 6 часов вечера. Стриматики стабильненько делаем. Поэтому, если что, приходите тоже. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.